привет привет дорогие друзья с вами альберт и добро пожаловать на наш канал playtime сегодня я вам расскажу какие виды все-таки бывают playstation 3 и какие стоит покупать а какие нет естественно бывшем употреблении итак поехали первое playstation 3 fat либо просто толстушка да его еще называют но без разницы суть 1 он выпускался с 2006 до 2009 года итак вы нашли объявление продам playstation 3 fat ребята самая молодая фатка будет как минимум пять лет ему точнее будет как минимум пять лет вот поэтому а разница между слимкой и супер слимом ну там будет вообще незначительно рублей может 300 ну максимум 500 рублей поэтому ребята мое мнение можно это просто пропустить и даже не обсуждать и не думать даже о покупке такой консоли и тем более насколько я знаю с этой фаткой были постоянно какие-то проблемы с гпу-процессором то есть с процессором который отвечает за видео изображения на телевизоре так 2 консоль 2 консоль playstation 3 слим версия вот она чуть тоньше ну как чуть тоньше ну да принципе тоньше слим версия как не как ребята она выпускалась 9 по 12 год в принципе его полно в объявлениях везде его продают также как и супер слим они принципе на равных первое что нашли объявление позвонили узнали в каком году был приобретен правильно чем моложе ребята тем лучше соответственно узнали есть ли в наличии чек в крайнем случае ребята если нету чека вы можете в принципе узнать каком году она была выпущена указано это на обороте допустим playstation 3 slim вы его взяли в руки впереди видим мы два юсб порта и снизу снизу вот тут а указан именно дата дата код в моей консоли указано 0 значит она выпущена была 2010 году вот а если будет девятка соответственно 2009 год если будет единицы значит одиннадцатый год тут проще простого и так дальше смотрите пломбу пломбы у нас находится по центру то есть здесь есть заглушка под шуруп и здесь должен должна быть пломба в моем случае его нету потому что я все таки меняю посту каждые полгода каждый год также дорогие друзья попросите продавца запустить пару игр лучше пару если у него естественно нету диска ладно достаточно одной игры посидите или постойте там я не знаю поиграете минут пять я думаю плюс минус пять десять минут у продавца там ничего не отнимется и кстати не забудьте взять с собой флешку отформатировано fat32 обязательно fat32 потому что playstation принимает только именно fat32 и залейте туда закачайте запишите ну как вы называете я не знаю то есть я назвал принципе все варианты пару видео можно одно видео вот для чего это нужно для того чтобы проверить впереди два избе входа вот второй вариант можно проверить также взять просто и поставить на зарядку геймпад который идет соответственно в комплекте с playstation и подключить его для зарядки чтобы посмотреть работает ли избе ход но лучше конечно посмотреть и запустить видео через флешку с первой запустите с левой стороны который сбив ход и находится он на центральную вот тут а вот и с правой стороны и так дорогие друзья если пломба целая чек есть видео запускается через флешку геймпады заряжаются игры тоже запускаются то смело ребята можете брать идти домой и не беспокоиться о том что она у вас там сгорит или еще что-то вот но но ребята можете по пути и заскочить магазинчик взять ту же самую термопасту тем более сейчас у нас на дворе жара 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 от этой жары соответственно очень плохо в нашей электронике сами понимаете что там нагревается все ему было легче дышать соответственно пылесосом или там я не знаю щеточкой все прочистить систему охлаждения как поменять термопасту на слинки вы можете посмотреть перейдя по этой ссылке а теперь давайте рассмотрим другой случай допустим вы пришли разворачиваете смотрите а пломба ребята повреждена но тут только три варианта которые есть ответы 1 но он был на ремонте правильно правильно второе значит сам менял когда-то термопасту либо не он либо другой неважно но об этом нужно все-таки спросить у него когда он это делал какую пасту он сменял и третье значит он его прошивал либо отдавал соответственно на прошивку тут дорогие друзьям вы уже берете консоль на свой страх и риск хотя из-за отсутствия пломбы вы смело можете продавцу обратиться с просьбой о том чтобы он вам написал какую-нибудь расписку где будет написано что он дает двухнедельную гарантию на проверку в домашних условиях но если дорогие друзья продавец дает заднюю передачу и говорит что я не буду ничего давать ничего описать ничего такого делать то узнать что то есть что-то какой-то подвод начал не менял пасту или не прошивал он просто его отдавал на ремонт естественно его отремонтировали и пытается его просто вам пихнуть поэтому вы просто разворачиваетесь и идете к другому продавцу который соответственно вам продаст нормальную консоль теперь дорогие друзья поговорим о супер slim playstation супер slim которая выпускалась с 12 года и выпускается по сей день тут ребята все намного проще просто проверяете чек пломбу запускаете пару игрушек можно одну и проверять соответственно юсб вход который на указан который находится с лицевой стороны панели и все ребята проверять больше незачем нечего и не надо потому что playstation они ну случай о том что они горят но таких случаях не было по счет ребята прошивки на playstation супер slim их бывает два вида но принцип у них один одинаковый это эмуляция приводом то есть либо cobra либо 3d если вы увидите объявление что продают именно такой playstation ну мое мнение я бы даже не задумывался просто взял бы и купил естественно с проверкой со всеми делами но цена дорогие друзья будет зашкаливать потому что если смотреть с прошитый супер slim playstation он будет стоить порядка где-то 14 15 тысяч в зависимости от объема памяти и закачанных игр в нем но закаченные игры в нем ребята на это не стоит обращать внимание потому что вы сами можете прийти домой спокойно с интернета скачать и установить так дорогие друзья давайте подведем итоги у нас значит есть playstation 3 fat его даже рассматривать я не вижу смысла и они что-то рассказывать и говорить тоже нету смысла сколько бы она не стоила я думаю даже уделять времени к нему тоже нету поэтому от него сразу откажемся и зачеркну если вам попадется slim версия у которого есть чек у которого не поврежден пломба ну и который еще немножко прошитая вот но это вообще отличный вариант берите смело не задумываясь а по счет ребят супер слима ну тут все понятно супер слима но в африке супер слим отличная игровая приставка но тех у кого есть slim или были slim и супер слимом будут смотреть как то знаете не так потому что у него во первых привод находится сверху нужно открывать крышку соответственно устанавливать диск и закрывать крышку чревато тем что ваш привод будет постоянно в пыли вокруг то есть это надо вытирать а там глазик рядом можете повредить его тоже нечаянно ну вот такой вот небольшой геморрой если на это не обращать внимание то в принципе все нормально и дорогие друзья последний такой небольшой совет перед тем как ехать к продавцу за игровой приставкой попросите его включить чтобы он был включен поработал там минут 10-15 пока вы едете к нему для чего это нужно был скачок напряжения был очень хороший скачок playstation естественно бывает не сгорает из-за этого ребята то есть когда включаешь playstation он с виду вроде все отлично все работает но проходит минут 15-20 тут начинаются жесткие лаги не только во время игр а даже в основном меню поэтому такая большая просьба то есть к вам ничего такого сложного нету позвонили сказали а вы бы не могли бы пока включить пока я еду чтобы он нагрелся чтобы я приехал и проверил и все в принципе здесь ничего такого ну и соответственно когда приедете сзади посмотрите руками потрогаете то есть он как и должен быть уже горяченький ну на этом дорогие друзья я заканчиваю свой обзор о приобретении б.у. консоли playstation 3 ставим кучу лайков с вами был альберт удачной покупки чтобы ваша консоль служила вам долго и счастлива всем пока